Песня есть такая. Она у меня с утра крутится, причем совершенно не когда готовился, думая, ну а песня это тут причем, крутится в голове и крутится. Ну вы ее знаете. Она звучит примерно так. Кстати, хорошие ораторы или те, которые вещают и взаимодействуют, обязательно должны петь. Особенно петь не в одиночестве, а петь перед какой-то аудиторией. Здравствуйте. А еще лучше в хоре, но то есть одно другого не исключает. Есть такая песня. А я не твой лапушок, а ты не мой, Андрейка. И у нашей села батарейка. Ну и так далее. В принципе, наше сегодняшнее сказание о батарейке. То есть хороший оратор, вы сейчас мне все расскажете, что это хороший оратор, это человек, который кормит энергию. Потому что речь это чистый оратор. Мы с вами сегодня поговорим о вообще профессии оратора, которая структурно состоит из нескольких очень важных вещей. Ну, если взять представить человека, по этой шкале времени мы сейчас пройдемся. Если представить человека, говорящего, вот он стоит, и слушающего, особенно если их несколько, они еще изучают такую полевую структуру эгрего, ну или душу, или какая-то такая атмосфера в зале. То когда человек туда общается, говорит, посылает эту энергетику, то это, в общем-то, как ни в руке, это чистое мужское начало. Между аудиторией и говорящим взаимодействие как между полами. То есть говорящий это мужчина, а аудитория это женщина. Это не значит, что женщина только потребляет энергию, она отдает обратную связь, которая называется восхищение, признание, аплодисменты, любые другие проявления, реакции на то, что говорит мужское начало. И вот, собственно говоря, вот ради этого топлива, по нему основных смыслов, любой спикер говорит, это очень важная вещь. То есть, когда вы приходите перед аудиторией, а вы все, наверное, хотите, ну, у меня есть знакомый, ну как знакомый, друг детства. Мы в 83-м году поступили в военное училище. Он сам из Новороссийского, у него папа был, ну, вообще-то, краевой начальником КГБ. А мы поступили в военное училище, где, в общем-то, все были блатные, но этот мальчик, такое чувство, что он, знаете, есть такое понятие, легкостук. Это в ведической традиции, это человек, который имеет несколько воплощений и очень много навыков приобрет за предыдущие воплощения. То есть человек реально, он даже сам говорил, да я зайду к Горбачеву в кабинет и его заверну. Он действительно коммуникатор был от природы, хотя ему было всего 18 лет. То есть некоторым людям эти навыки даются, ну, то ли от природы, то ли от предыдущих воплощений, то ли от звезды, как сложились. А некоторые навыки приобретаются. И вот мы об этих навыках поговорим. Мы сегодня поговорим о волнении, как не ловаться. Мы поговорим о речевом аппарате, какие упражнения делает по утрам. Мы поговорим, конечно же, о структуре самих выступлений. Пока что сегодня мы ограничимся публичными выступлениями перед аудиторией и публичными, ну, как бы с консервами. То есть выступления перед камерой, которые увидит большая аудитория. Там есть небольшая такая прокладочка, тоже по другому ощущения. И, конечно же, мы сегодня большое внимание уделим такому понятию, как риторики. Мне звонили очень многие студенты и говорят, ну, вы будете о риторике, о риторике. Все слышали о риторике, но никто не знает, что это такое. Этой дисциплины уже нет в программе, ну, со времен Морсифа Виссарионовича Сталина. То есть примерно сто лет. А до этого она была обязательно в программе. И вот я начну сегодня, наверное, с самой риторики. И дальше, главное, перейдем к тому, что запишем ваши кадровые презентационные ролики. То есть вы каждый сегодня кое-что всем нам скажете. Вот такой план работы на два часа. Нормально? Ну, вода есть, стаканы есть, перебивать, задавать вопросы можно, объем большой, давайте погнали вперед. Значит, риторика, что это такое? Ну, я кинематографист, поэтому я все время, всегда, все свои мысли, все свои планы, все свои тексты строю устоймально. Это шкала времени. Когда говорит спикер и его слушает слушатель, то по взаимодействию времени спикер всегда в прошлом, слушатель всегда в будущем. Ну, потому что по моменту времени есть момент говорения, есть момент восприятия. Происходит определенный зазор времени. Момент настоящего это где-то посредине. Мы всегда оцениваем качество коммуникации по вот этому вот моменту. И вот здесь вот возникает целая структура лингвистических дисциплин. Я сейчас просто структурирую ваше понимание, что такое риторика. Где она находится относительно всех теологических и лингвистических дисциплин. Наука лингвистика. У них на людьми происходит какая-то коммуникация. Эта коммуникация происходит на базе русского языка. Мы не рассматриваем сегодня ни французское общение, ни английское, только русское языческое пространство. Есть наука, которая называется лингвистика. Она анализирует, независимо от спикера и от слушающего, она анализирует все членораздельные части речи, которые как символы передают содержание передаваемой информации в одну или в другую сторону. Это называется лингвистика. Эта наука, ну в принципе, о ней все понятно. Она абстрагируется от всех говорящих. Она всех воспринимает как ходячими словарями русского языка. И она занимается только структурированием речи. Что люди говорят, как говорят, как строят предложения, что выражают, какие даже эмоции выражают. Но в принципе все равно опирается на членораздельные части речи. Это может быть слог, слога, предложение, текст. Есть наука, которая называется герменертика. Ну, по большому счету это филология. Она занимается прошлым. Она на основании того, что лингвистика анализирует по тексту, она привязывается ко всем авторам, которые, их же тут много, ни один автор не генерирует тексты, только исходя из себя. Если взять на протяжении всех предыдущих веков, есть последовательность авторов, которые сформулировали определенные характеристики, которые стали основой проговариваемой речи. Так вот, герменертика – это наука, которая, в отличие от лингвистики, рассматривает не только текст, но она еще и рассматривает авторство. Она выясняет все логические цепочки последовательных событий, откуда, что берется. И это может быть связано с любой наукой. Например, с историей религии, жития святых, откуда, вышли те или иные тезисы святого писания, святого предания, да, или еще третья есть традиция, да. Ну да, это предание. Ну и любая другая наука. То есть герменертика или филология в чистом виде, она как основа логики, она берет все, что связано с прошлым. В каком, с какой последовательностью авторов, с какой последовательностью текстов человечество пришло к настоящему. Вот этому моменту обсуждения. А теперь мы переходим к ритолике. Собственно говоря, я так сокращенно, я дам домашнее задание, где можно найти источники и прочитать, и послушать лекции ведущих лекторов МГУ. Но что касается риторики, поскольку герменертика занимается прошлым, то риторика занимается по шкале времени будущим. То есть риторика – это лингвистическая дисциплина, которая занимается и концентрирует все свое внимание на том, как формулировать тексты. Естественно, опираясь и на этот бокаж, и на этот. Но как сделать целесообразную речь? Как сделать речь управляющую? И как сделать речь, которая может поменять общество? Вообще история возникновения вот этой риторики, это, кстати, очень дорогая дисциплина, она всегда была платная. Сегодня мы бесплатные только потому, что, ну, это рот у меня все очень симпатичное, а во-вторых, у меня есть воинское послушание. Я это делаю, ну, как бы, из других соображений. Но я считаю, что в наше время, особенно в Республике Крым, квалифицированных спикеров недостаточно. И поэтому я хочу, чтобы из нашей с вами среды возникли люди, которых можно будет завести и на телеэкран, которые могут завести видеоблоги, и которые смогут поддержать информационную область. Поэтому, а почему бы и нет? Так вот, риторика возникла где-то еще во времена античности, когда аристократический способ управления сменился демократически, так называемым, греческим. То есть на рынке, в Афинах, собирались граждане, там, несколько тысяч человек. Афины по населению были порядка 6 тысяч человек. Среди них, среди этих граждан, выделялись группы влияния, и каждая группа влияния предлагала своего спикера. И задача спикера была убедить демос, убедить общественность принять те или иные решения по налогам, по войне, попринять, казнить, не казнить, миловать, не миловать. И вот тогда возникла наука, которая называется риторика, как управленческая преступника. И вот примерно с того времени вся система преподавания строится примерно на вот этих трех базовых китах. Лингвистика, герминевтика и риторика. Кстати, в герминевтику входит не только прошлое по текстам, туда же входит география и история, как науки, непосредственно связанные с прошлым. География, как ни крути, это то, что было и в прошлом, и есть сейчас. Это тоже прошлое. То есть в герминевтику общий курс образования с античных времен входила география, история, ну то, что мы называем литературой, но на самом деле называлась поэзия, такое сакральное слово творчества в традиции времен. А риторика, она занималась тем, что учили людей за деньги и управлять обществом. Собственно говоря, то же это членов здесь с вами собрать. Мы с вами будем заниматься ораторским искусством, не только потому... Кстати, есть пикап, знаете, что такое пикап, да? Это когда мальчики идут вдоль остановки. Видите, девочка прикольная, симпатичная. И дальше начинается 1-секундный или 2-секундный взгляд. Знаете, что это такое? 1-секундный взгляд, это когда я с ним посмотрел, я делал что-то, 22, и отвел образа. Это называется взгляд безопасности. То есть в каждой человеке контакт происходит на секунду, сразу считывается вся аура, визуальный образ само собой, понятно, но считывается и подсознательно, что человек не представляет опасности, и люди расходятся. Но если возникает 2-секундный взгляд, 22, 22, а потом разводишь глаза, это уже взгляд интересен. Вот если по эмоциональной шкале, это все непосредственно имеет отношение к ритмаме. Вот если взять и разложить эмоции, кстати, 2-секундный взгляд никогда не бывает сразу, он всегда после 1-секунды. То есть по энергетике 1-секундный взгляд, ну да, безопасно. 2-секундный взгляд, ну да, интересно. И вот если на протяжении вот этого пика и на протяжении 15-ти секунд мужчина, ну как активное начало перед аудиторией, не начнет кормить энергией, то в принципе вот этот спад пройдет, и люди разойдутся. Но если на протяжении до 15-ти секунд человек подойдет и заговорит, девушка, что вы делаете сегодня? И если он начнет рассказывать анекдот, кидывает топливо, эмоциональное топливо, то тогда вот этот вот рост, от зависимости от количества топлива, может перерасти во что-то, что, например, может вылиться в какие-то ошибки. Чистейший поддерриторик. То есть вот такое вот колебание по нарастающей, которое накачивает энергию, а, собственно говоря, приводит к тому, что человек даже минимумом слов, взглядами, движениями, ухмылками, хихоньками, переглядками, может построить отношения. Тоже риторическое приемное. Кстати, чем отличаются аневиканцы, например, от русских? С точки зрения риторики. Есть американская школа или западная, а есть русская. Там есть принципиальное расхождение, отличия. Или, например, даже их можно проследить на разнице между Троцким, Лениным и Сталином. Ну все вы знаете, что Великая Октябрьская социалистическая революция, она вообще-то вредина ораторами. То есть помимо того, что там были гугларные, подковерные дела, все равно на земле с определенной массой народа, столице, прежде всего, в Петербурге и Москве, нужно было произвести определенное действие. Было три базовых спикера. Троцкий, представитель атлантистов, американская школа. Ну, собственно говоря, он приклон на корабле в феврале 17-го года вместе с боевиками из Нью-Йорка. И, собственно говоря, он представлял атлантическое крыло глобального предиктора, который срочно его послал делить наследство российским мире. Был Ленин, это представитель евразийского крыла глобального предиктора. И был Сталин, как то и вообще непонятно чьих. И вот здесь вот на самом деле, по ораторским приемам, совершенно становится понятно, чем, например, американцы и Навальный, и все остальные, например, современные либералы, последовательные представители американской школы, чем они отличаются, например, от Ленина. Или, например, от того же Сталина. Сейчас, ну это я, я в хронечку саду. Очевидцы рассказывают, что на митингах, когда выступал Троцкий, а он выступал очень заразительно. На самом деле, вот когда он создал Красную армию, подписал указ о создании РКК, а потом еще подписал указ о создании русской разведки генерального штаба. Ну, на самом деле, ему подсунули документ, Борис Михайлович Шамочников, это представитель русского генерального штаба Российской империи, подготовил все документы. Но как свое выступление делал Троцкий? Очевидцы рассказывают, что Троцкий выходил перед публикой, начинал говорить очень много, жестикулировал, выкидывал огромное количество энергии, и у всей аудитории возникало мнение, ощущение, дайте нам винтовку, дайте нам патроны, покажите врага, мы их сейчас убьем. Вот такой был посыл, зачищающий, уничтожающий. То есть энергетика была, конечно, мощная, она тоже спадала, но она была очень краткосрочная, она была деструктивная в том смысле, что можно было Троцкому выйти, и через два часа, например, возьмут нольный. То есть он был таким импульсом, который управлял массами, которые позволяли в короткой перспективе достичь каких-то управленческих результатов. Чем отличался этот Троцкому? На эмоции. Да, он на эмоции, но краткосрочную. Ленин, в принципе, школа была очень похожа, то есть шкала была примерно та же самая, но когда Ленин выступал, он рисовал светлую картину будущего. То есть это же рассказывало о том, что все вокруг, извините меня, нехорошие люди, берем автоматы, берем телеверты, идем всех мочить. Это тронская позиция. У Ленина была позиция, мы строим светлое будущее, все будет хорошо, но для этого сейчас надо сделать рывок. И тоже все было достаточно краткосрочно. И вот в 1924 году к вас приходит Иосиф Исаевнович, кстати, представитель плана русского генерального штаба Бориса Михайловича Шапошника. Слышали легенду, что Сталин проходил посвящение в Архангельской ссылке, его там посвящали, его, чтобы с ним работали и какие-то непонятные деды, а также офицеры русского генерального штаба. Собственно говоря, его готовили к этой миссии, которую он исполнил на капец плюсов. Чем отличался Сталин, как оратор, от Труцкого и Ленина? Чем занимались вот эти два человека, даже при всем при том, что они, это знак минус, это знак плюс, это в структуре греческой риторики называется ораторика. Очень многие политевологи отмечают, что когда министралибералы выходят на митинг, на Болонную площадь, они все время накачивают толпу. Они вот начинают, кстати, наши тоже очень многие перенимают, и это не совсем правильно. То есть, американский стиль, так мы за Россию и начинаем качать лозунги. Это вот чистая накачка энергии, это чистейшая ораторика. Мы преследуем цель за короткий промежуток времени. Накачать толпу, будет стоять 10 человек, не будет такого результата, но если стоять несколько тысяч, то они начинают друг друга усиливать, возникает резонанс. В чем проблема этого резонанса? Это все очень краткосрочно. Если люди накачиваются какой-то энергии под влиянием оратора, они должны эту энергию куда-то выписывать. И если, например, ничего не происходит, люди начинают чувствовать усталость, раздражение, и они вот этот негатив могут вообще-то набросить и на спикеров. Это первое, что происходит с нашим либеральным крылом. Они накачивают толпу, они своих приближенных заряжают этой энергией, но выхода никакого нет организационного, они не подготовлены, они не знают, как вести, они могут только провести каракты, и то их, скорее всего, не посвятят. И в результате вся толпа начинает на них обращать нереализованную энергию ораторскую. И, собственно говоря, в результате получается чип. Да? Чем отвечался Сталин? Вот это называется ораторика, а у Сталина название такое, омерентика. Это тоже ораторское искусство, но только другое. Это ораторское искусство, длинное. Ораторика – это человек, активный деятель, приезжий из центра, приходит к какой-то аудитории, подготовленной даже, накачивает ее энергией и уезжает. И, в принципе, результат никакой его не интересует. Это чистая ораторика. А что такое германертика? Это аппаратчики, которым надо выстроить работу с людьми и не делать громких заявлений, не накачивать энергией, а в чайной ложкой в день кормить энергией ровно столько, чтобы поставленная задача была выполнена. Вот это германертика. В принципе, мне сегодня сказали, я обсуждал там с людьми, по большому счету, телевизор и все, что касается телевизиона, особенно ритмичное, последовательно повторяющееся касание с аудиторией, это чистая ораторика германертика. Или управление персоналом на предприятии, которое, например, входит в реструктуризацию, какие-то новые задачи, объединение, слияние, это надо сделать за год. Сколько ты ни кричи на выступительных митингах, как ни заряжай, это ровным счетом не отражается на том, что будет через год. Ну, просто этой энергии короткой, породной, не хватит для того, чтобы дойти и достигнуть правильного результата. Соответственно, германертика, она более эффективна, как управленческая дисциплина, но нужно сказать, что она базируется не только на устном выступлении. Вот это очень важная вещь, очень многие управленцы этого не знают, не понимают, его не хотят понять. Дело в том, что Сталин, в отличие от Ленина и Тропского, а это были титульные лица швейцарского фонда, Сталин был аппаратчик на земле. Это был человек, который организовывал работу, который собирал стачки, митинги, делал какие-то акции, даже грабил эти дилижансы с деньгами. Ну, то есть, это называется оперативное управление процессом. Соответственно, это определенный документ оборотов. Сталин был гением документа оборотов. Так вот, германертика примерно на 70% базируется на документах, и только на 30% она базируется на устной или письменной эмоциональной, а не деловитой речи. А еще раз, второй стиль как правильно называют? Гомли-этик, от слова ГМР. Леда очень длинное произведение, поэтому требует определенного труда как со стороны говорящего, так и со стороны слушающего. А ротовика это такое, эх, шашкой взмахнули, ударили, получилось, не получилось. Рассказывают историю, что когда было великое переселение, не переселение, ну, в общем, эвакуация промышленных предприятий, северогейские участки, то очень многие предприятия уже приехали на заранее подготовленные площадки, электроэнергия была подведена, там все коммуникации, но под открытым не было, что правильно. И один авиационный самолет, ну, завод, что-то не справился с планами по выпуску самолетов. А фронту надо было много, а они вместо того, чтобы 12 беден выпускать, выпускали два, и то там. Шарф отнимал. Понятное дело, что жесткое было управление, понятное дело, что люди в Сибири, в вечной мерзлоте тоже не очень справлялись. Что делает Сталин? Он не звонит по телефону, а он потом позвонил, он написал письмо директору и попросил зачитать. И он письмо, а Тункин, ну, в смысле, оно-то, конечно, по телефону было передано, там было письмо обращение к людям, эмоционально, но очень спокойно, никто ничего не кричал. Братья и сестры, товарищи. Кстати, впервые я с вами применил слово братья и сестры как уменьшающую дистанцию, до этого же была дистанция больше. Ну вот после, это было, по-моему, 7 июля 41-го года, когда он первое свое обращение после вторжения в ЗЭО, он тоже обратился, братья и сестры, на самом деле, наши самолеты на передовой, на фронте, необходимы. Я все понимаю про обстоятельства, про то, что ресурсов не хватает, жить негде там, но если мы не поставим самолетов, то, в принципе, фронт продается, и мы все один. Если вы не справитесь, то мне придется подумать, кем вас зовут. Я надеюсь, у вас все получится. С рафотом, было даже не 12, а 15 самолетов, и при этом и ресурсы нашлись, и энергия закачалась, и при этом вот этой энергии, то есть он ненавиден, живущий, он тихо, документом, потом он позвонил директору, его успокоил, чтобы он там, ну, не посидел. Но в целом достиг управленческой задачи, и в результате завод стал выполнять. Правда ж, такой управленческий фит, который ему на поверхности не лежит. Это надо знать природу людей. То есть получается, ораторика, как митинговая активность, которая, кстати, в основном используется американцами, они на всех своих митингах, и на Майдане в том числе, они занимались столько тем, что они накачивали эмоции. Вот я провел на Майдане с ноября по февраль, я жил в руках, и в принципе, каждый день методически, как религиозный ритуал, как колдовскую мессу, они исполняли примерно вот эту ораторику. Они каждый день накачивали эмоции до истерики, с надрывом. В конце концов, они начали даже уставать, и поэтому дальше пошли убийства, как продолжение этой магии. В принципе, вот мы сейчас с вами обсуждаем исключительно магическую последовательность событий. То есть сначала нужно огласить цель, потом ее нужно накачать энергией, а потом нужно прийти к результату. Американская школа ораторского искусства, она даже в определении отличается от русской, у нее там стоит такая последовательность целей. Эта последовательность целей выглядит так. Любым выступлением, письменным, устным, захватить внимание. Захватить внимание и сразу же сделать мостик, сделать личный интерес, ну, вызвать интерес. После того, как человек почувствует интерес денежный, эмоциональный, плотский, какой угодно, интересов несколько, мы тоже сейчас о них поговорим, сделать визуализацию. То, что сейчас политика называется дорожная карта. Дорожная карта это способ на бумаге изложить, визуализировать возможный результат действия. И четвертое результат. Вот это структура ораторики в американском исполнении. Понятное дело, что вот здесь, вот в этом месте вызывается интерес определенной последовательностью действий, которая никакого отношения не имеет к этике. У нас, у русских, есть еще вот здесь промежуточное звено, которое подразумеваемое, его никто не и вообще, русская риторика, в отличие от американской, звучит примерно так. Это управленческая дисциплина, которая достигает результата, в результате применения этических целей и этических методов исполнения. Не цель оправдывает средства, а средства оправдывают цель. То есть вот здесь демитральная разница между американским и русским подходом. Это всегда нужно помнить, ну хотя бы даже с точки зрения аппаратной игры, потому что рано или поздно все окажемся в каком-то аппарате, все будем взаимодействовать с людьми, этические принципы и нормы у всех разные, поэтому приведение к общим стандартам, даже хотя бы в гулуарных разговорах, как управленческая такая мягкая-мягкая сила, оно тоже полезно, и просто надо знать, что есть у нас в аппаратах разных, есть американские люди и есть русские люди, то есть которые руководствуются этическими нормами, и даже если зарабатывают на чем-то, где-то что-то прилипает, тем не менее все равно преследуют общественные значения это тоже варь. А теперь давайте поговорим о софистах. Риторика как управленческая дисциплина и документооборот как подразделение риторики родилось тоже в античные времена софистами называли вот этих людей, которые выступали на рыночной площади. Софистика это дисциплина, которую я однажды в Стамбуле я в порту затармаживал машину моечную для работников. И водитель подвез его, ну и мы разговаривали, он поднял поставленную правду, на Российскую моечную машину вел. И мы с водителем разговаривали, он закурил, я говорю, расскажи основной принцип торговли. он им сказал, что он там держит сеть магазинов, но сейчас там трудное время, поэтому он на грузовике там развозит свои же товары. Какая-то фабрика делала моечную машину для ракона. Он говорит, в легкую. И он назвал принцип обмани ближнего, не забудь продальнего, иначе он приблизится, обманил телев. С точки зрения этики. сапхисты, они, когда они писали, программировали, учились спикеров говорить речи перед народом и управлять народом, они, естественно, этическую составляющую убирали. И они делали вещь, которая в риторике называется четверение смыслов. То есть, есть такое логическое построение. Ну, например, у меня 100 рублей в кошельке, кошелек в кармане. Логическое построение. 100 рублей в кошельке, кошелек в кармане, у меня 100 рублей в кармане? Да. А есть, например, такая софистическая подмена смыслов. Ну, и получается три тезиса. 100 рублей, кошелек, карман. И они все взаимосвязаны, можно построить логическую цепь, когда они друг друга, в общем-то, подтверждают. А есть подмена, называется обмани ближнего, не забудь продальнего. Как она происходит? Это когда не три тезиса, которые если то, если то, если то. Получается три тезиса. Первый, второй, третий. 100 рублей, кошелек, карман. И нужно выстроить любое логическое построение. А есть, например, такая вот подмена, которая не троит. Кстати, русское слово троить, строить, выстраивать. это вот именно из логической, софистической теории, связанной с тем, что у тебя все уравновешено в логическом построении. Ты троишь, строишь. А есть четверения. Ну, например, все вулканные горы. Вулканные горы, да? Вот у нас вулкан, он же гора. это с точки зрения географии и геологии. Ну, например, есть еще в геодезии, например, есть такая теория, что гейзер тоже вулкан. Ну, потому что структура примерно такая вот. То есть, выходит что-то из-под глубокой земли и выбрасывается. И получается, что даже различия в дисциплинах, когда используются одни и те же термины, позволяет не сделать строение, а сделать четверение. Это просто самый такой общий пример. То есть, можно сделать, гейзер это вулкан? Да, гейзер это вулкан. По геодезии. Вулкан это гора? Да, вулкан это гора. Мы все видели там лесу и там и так далее. Так гейзер значит гора? Логическое построение. И вот тут происходит подмена. Вот это и есть софистика. Когда человек стоит в толпе, его накачивают энергией, уровень его понимания, строения речи очень низкий, но он еще и замыливается тем, что накачивается куча адреналина, вот стоит человек, вот примерно вот столько, это 75% его эмоционального фона подсознательно. и только 25% его эмоций и логики сознательно. Он понимает и может вербализовать то, где его расходят. и особенно тот, который полемист, у него вот это соотношение падает хотя бы до этого уровня, хотя бы примерно 50-50. Его можно обмануть, но он понимает и может из подсознательного вербализовать намного больше. То есть человек дает себе труд почитать, послушать спикеров и вербализовать то, что для большинства людей является подсознательным и вообще а как его назвать, как его писать, как его расшифровать. Непонятно. Вот этим, собственно говоря, мы с вами и будем заниматься, когда будем строить наши речи, будем планировать наше публичное выступление, будем планировать наше выступление перед видеокамерами. Нормально? Отлично. Секундочку. Софистика у нас еще дьявольская логика. Ну да. Диалектика. То есть, ну, что такое диалектика? Это или-или это называется лукавый выбор. Когда мы кстати, демократия вот это ну все знают, что демократия у нас проповедуется как английская демократия в роста 1696 года. Когда была реконкиста и когда евреи сбежали из Испании и произошел сговор между испанскими сефардами и между пэрами бритами. И вот это когда связка произошла образовался сговор купцов и пэров которые вдруг решили, что власть в обществе должна принадлежать тем, у кого есть деньги. И вот с учреждения банка Англии когда этот сговор произошел и был оформлен банк Англии собственно говоря английская демократия как способ шоу, когда в всей полте говорится они же избираются они же баллотируются но при этом никто не рассказывает каким путем и каким методом то есть в копном праве там совершенно были другие принципы а английская демократия в отличие от русской она была построена прежде всего на власти денег. так вот лукавый выбор ну ты можешь выбрать или этого или этого два то есть ты выбираешь между этим и этим дуо диалектика два но на самом деле и в этом и в этом случае уже здесь заложены интересы это все управляемые люди которые либо там денег взяли долг либо имеют какие-то другие применения они все равно будут исполнять волю тех кто им дал денег то есть это называется лукавый выбор потому что третьего здесь нет ну например какого-то народного представителя либо если народный представитель вдруг каким-то чудом появляется начинается страшное давление и в общем-то английская демократия так себя и самонастраивает мы в ней в ее условиях и живем как-то так да если есть вопросы давайте ну в общем это я бегло очень бегло для того чтобы зарядить первичной энергии для того чтобы хватило этой энергии для того чтобы мы пошли на ютуб и очень подробно youtube.com посмотрели лекцию прямо называется введение в риторик чай сейчас вспомним кто ее читает значит эта лекция знаменита тем что она записана на видео и она записана ради встречи известного ритера он был с партией Кургинян то есть Кургинян вдруг задумал подготовить огромное количество пропагандистов и дать им базовое образование вот введение в риторику как же фамилия Воронов не Воронов Александр ну введение даже просто вобьете риторикой сразу выпадет 4 части этой лекции они по 20 минут то есть в принципе один академический час и там на самом деле структурно дается очень большое базовое образование базовое представление это еще не образование это еще не полный вопрос о том чему учили например о геменантичности чему учили например в 18-17 веке почему например было 9 свободных искусств ЛОК А? ЛОК 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 все еще ЛОК да и каким образом риторика как дисциплина одна из составных частей всего образования там есть музыка там есть пение там есть ну и география как вложенная в герменевтику там числа и фигуры как геометрия то есть там была целая структура образования которая сейчас отсутствует очень многие люди спрашивают ой как риторика ой как все чувствуют голод потому что например в преемственности поколения раньше преподавали а сейчас не преподают собственно говоря вот нашими такими встречами мы вот эти пробелы и потихонечку и закроем вот это что касается общей структуры да ГОЛК давайте напишу ГОЛК введение географии такой дядечка как из мультфильма про Архимеда помните рассказчик который главному герою рассказывал эту сказочку с бородой чуть-чуть картавит такая картавинка была прикольная вот и вот эту лекцию просто настоятельно рекомендую всем посмотреть ну а сейчас мы с вами займемся практикой потому что теория это важная речь практика наверное важнее когда выходишь перед аудиторией чувствуешь ну сразу надо понюхать сразу надо всем посмотреть в глаза всех накормить взглядами жестикулировать надо не заставить то есть есть определенный список навыков которые мы с вами будем на упражнениях практиковать эти навыки вы будете делать дома сами и вот этот список навыков я сейчас запишу значит очень много людей говорят медленно когда вы видите на ютубе скороговорки телеведущие это в принципе попытка сделать что-то со своим речевым аппаратом чтобы соответствовать темпоритму ожидания аудитории на самом деле вот почему ну мне так говорят во-первых я же выступаю без бумажки а я всегда очень быстро говорю стараюсь говорить быстро потому что мне очень важно чтобы человек не успел переключиться нужно выдержать его внимание для этого нужен терм речи когда человек говорит медленно он не удержит внимания соответственно соответственно нужно себя заставлять не только повторять скороговорки сложные которые телеведущие записывают нужно любой текст даже стихотворение встать пророка и лишний без полной условий обходя моря и земли глаголом жгиб сердца людей любой текст который вы помните нужно заставлять всегда говорить быстро четко с хорошей артикуляцией понятное дело возникает это тоже уже считайте домашняя задача то есть только например встаете просыпаетесь извините мой молодой темп речи темп речи он завязан не только на дыхание на темп чтобы удержать он еще и завязан на качество стимуляционного аппарата многие люди у которых даже нет дефектов речи тем не менее проговаривают каша бывает в речи эту кашу надо лечить тоже таким вот образом что когда утром ну это уже нулевый утром идете чистить зубы на протяжении там буквально минут-двух не только почистили зубы а смотря в зеркало на себя просто проговорить гласное а-у-о-э-ы максимальная амплитуда а-о-у-э-ы а что она таскает аз 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 можно попробовать то есть самое главное утром разогреть мышцы лицевого там вот этого канала А я. А я? А, О, У, И, Я. И я. Нет, классные имеются в виду простые, не со стороны. Шесть стих всего шесть. Да, да, без этих. Ну, они там на самом деле описывают и те. Самое главное, это амплитуда вот этого вот всего. Она наводит порядок с точки зрения каши. То есть каша всегда происходит от того, что люди, я вот сюда раскрою. А вот чтобы не лениться, надо, чтобы амплитуда максимально была достигнута. То есть точно так же люди не дышат полной диафрагой. То есть здесь лень и здесь лень. Соответственно, мало энергии, чтобы зарядить аудиторию с мужской точки зрения. Надо эту энергию дома с утра так подкачать. И с речевым аппаратом, и с дыханием. То есть, ну я детям на киношколе, они даже практиковали, я говорю, только маму не испугайте. Там тоже есть дыхание, то есть говорить некоторые гласные с полного выдоха. И особенно очень важно для мальчиков стеснительных, он выходит из ванной, уже почистил зубы. Мама там проходит на кухню, а ему надо сделать вот такое вот движение. Ха! Ну и маму напугать. Ну, я говорю, только не убейте. То есть, вот эти резкие выбросы дыхательных вот этих вот вещей, они, ну, во-первых, уравновешивают всю энергетику. Ты перестаешь стесняться. Вот когда такой адреналин вбрасывается, перестаешь стесняться вообще всего. Особенно, если надо будет выступать перед каким-то собранием акционеров и какой-то презентовать денежный проект. И такой мандраж, такой мандраж. Так вот, надо кого-то испугать где-то на подходе. А если никого нет, ну просто хотя бы в стены. Надо сжечь излишек адреналин. В кровь выделяется много адреналина, и он, ну, собственно говоря, наводит безобразие. Ты начинаешь чувствовать себя не так, тебе что-то не хватает. Она, ну, просто вот, расслабится. То есть, упражнения гласные. А, У, О, К, Э, И. Да? Темплечи. Это скороговорки. Дыхание. Упражнения на дыхание. Ну, упражнения на дыхание мы этому посвятим вообще отдельное занятие, потому что оно очень объемное. И, кстати, я здесь хочу представить Наталью Прокопенко, которая вообще занимается постановкой голоса. И которая вообще-то и поет. Да, и Дня Духовик. А, то, что он старый. А, то, что он старый. Да. Вот. Ну, этим мы займемся отдельно. И, в принципе, если делать такие упражнения каждый день, хотя бы на протяжении месяца, подразумевает, что вы будете заниматься публичными выступлениями, подразумевает, что у вас дома есть видеокамера, штатив, и вы свои публичные выступления будете записывать на камеру с тем, чтобы потом осмотреть. И проверить. Темплечи. Проверить, кормили ли вы взглядом весь сектор. Особенно первую, вторую и третью линию. Тут же еще очень важно удержать внимание всех кормить. Я, кстати, не кормлю, ну, потому что я там на своей волне. Но это большой мой недостаток. То есть, я не хочу сказать, что я идеальный арган. Я знал ему многие вещи, но с точки зрения, например, того, что преподает Ганда Пасс. Кстати, домашнее задание. На Ютубе Ганда Пасс. Это какой-то чё наш. Это как битвы. Все, что касается всех видеоматериалов нашего известного одессита, который сейчас в Москве зажигает и фигура номер один, именно с точки зрения ораторского искусства, нужно просто отсмотреть. Радислав Ганда Пасс. Значит, вот эти упражнения нужно делать, но в целом... Я хотел перейти к упражнениям с вами. Я всё... Ну, взял темп такой, чтобы я остановился. Задайте мне какие-нибудь вопросы и скидите. Оль, есть один вопрос интересный по поводу темпа речи. Мне очень интересно слушать Игоря, но говорит он конкретно медленнее. В чём фишки? Сейчас ты получишь. Я тебя уже не вижу. А приятно слушать. А я скажу. А я... Нет, с точки зрения... Ну, у Игоря есть одна особенность. Он считает, что он до чего-то дорос, а аудитория не доросла. Это принципиально неправильно. Это точно... Ну, это сразу включает массу отбойников. То есть он не достигает направленческого результата, прости, но по сути. А как только ты начинаешь себя считать ровней с любой аудиторией, и начинаешь хотя бы отстраиваться, в МЛК это называется... Ну, в общем, настройка интерфейсов. Сейчас вспомню этот термин. Когда ты подходишь к аудитории, к девушке, с которой ты познакомишься, аудиторию чувствуешь, ты сразу только пытаешься понюхать, кто что пишет. Скучно, не скучно, заряди там и так далее, и так далее. И если ты чувствуешь, что ты говоришь, медленнее, чем аудитория готова воспринимать, ну, то надо, наверное, включать регламент. Ну, то есть надо ручки какие-то подкрутить. И, ну, там есть целая методика, связанная с тем... Это я тебя не форматирую. Это я так просто... Ну, ты очень хороший пример в данном случае. Нет, он просто... Нет, он реально накачал знаниями. Он реально очень много знает, даже больше, чем я, в той части, которой я занимаюсь профессионально. Но, знаете, у меня есть друг, который владелец канала «Макси» в Киеве. Женский канал, может помнить. Зовут его Александр Чернецкий. Бандит, офицер, очень авторитетный человек и среди днепропетровских, и среди донецких, и среди киевских. Решатель проблем. К нему в офис все приезжают. И он имеет четкое представление о том, как управлять Украиной. Но при этом он меня использовал. Говорит, я хорошая батарейка, а ты хорошая лампочка. Давай ты будешь отсвечивать правильно, у тебя там речь, тебя слушают. А я тебе буду задавать идею. Вот примерно такая же ситуация и с Игорем. Он хорошая батарейка. А лампочки надо воспитывать. То есть лампочки надо отдельно создавать. Для этого и дело. Ну, понятно. Я же это специально сказал. Давайте сделаем небольшое упражнение. Вот у нас включена камера, и вот стоит аудитория. Это два разных игрока. Когда выступаешь перед живой аудиторией, определенная энергетика. Бывает страшно, бывает неудобно, бывает чувствуешь затыки. Но тем не менее, когда практикуешься перед живой аудиторией, через месяцок возникает удовольствие. Это как секс. То есть ты чувствуешь аудиторию, ты чувствуешь, получаешь тайв, выходишь, и даже уставший, ну, такой подъем. А когда потом раз поворачиваешься к камере, дома не корот, еще когда сам еще куда не шел, а если есть третье, есть такая стратегия в китайском, вести третьего. То сразу начинаются затыки, начинаешь себя плохо вести. Этим очень сильно страдают спикеры, которые ведут вебинары. То есть тот же Галлокас, например, в целую лекцию записал о том, что когда он выступал перед аудиторией, собирал большую аудиторию, и хорошо, кстати, заработал, он получал колоссальную удовольствие. То есть только он начал вести вебинары, вот этой энергетики нету, сразу стало что-то не то, и он начал теряться, и вроде... То есть есть определенные навыки, которые и отсюда исходят, и отсюда. Я сейчас предлагаю, мы всех можем не успеть, ну, выберем человека 3-4. В кадровом деле есть такое понятие, как видеорезюме. Видеорезюме, в отличие от бумажного резюме, очень полезный инструмент. Оно характерно тем, что соискатель как бы с кадровиком, который я осматриваю, общается лично. А кадровик, он не только звук веке читает, это человек, который человека чувствует. То есть я точно знаю некоторых кадровиков, только заходится, соискатель, дверь открывается, и вот примерно с 1 секундного взгляда, взгляда безопасности, сразу становится понятно. Да-да, нет-нет, деловитый, неделовитый. А есть же огромное количество людей, которые, кстати, по косметическим сезонам, девочки, знают, да, весна, лето, осень, зима, по цвету глаз, по цвету волос, по цвету костюма, и разное по темпоритмам сезонный. Где-то лето, и вроде бы там балабул, но жизнь так сложилась, что я больше даже осенью там схожу. И даже исходя из этого кадровики могут делать четкий деловой портрет. Как человек будет учиться, как он будет отвечать за базар, как он будет исполнять прямые указания. Так вот, видеорезюме – это такой инструмент, который позволяет резко ускорить путь до первого собеседения. То есть, когда ты посылаешь письмо или там резюме, и когда на столе лежит стопка из 300, то далеко не факт, твой лист будет первым. А когда ты вместе по почте со своим бумажным резюмой, например, отправишь видеорезюме, и оно в письме будет файлом или ссылкой на YouTube, то большая вероятность, что человек посмотрит. А там, кроме вас, ничего нет, и кроме вашего ораторского искусства. То есть, достаточно тоже интересная штука. Я чему? Я сейчас приглашу четырех самых храбрых, я сам первый скажу, что. А потом приглашу четырех-пятерых самых храбрых для того, чтобы сказать, ну, буквально, несколько базовых вещей. Кто? Что? Когда? Как? Зачем? Ну, то есть, меня зовут Дмитрий Таран, мне 48 лет. Я работаю на телеканале, до этого я был директором Ялтинской кинострии. Что? Нет, это все же касается прошлого. А вот теперь все, что касается будущего. Ну, раз я пишу видеорезюме, соответственно, я должен заявить некоторые свои цели. То есть, я, например, хочу построить в Крыму информационно-аналитический центр, который будет на уровне федерального телеканала, который будет вещать с территории Республики Крым, который будет давать аналитику, который будет делать огромное количество работы, которое сейчас делается на материке, а у нас не делается вообще. Но для этого надо подготовить квалифицированные камеры. Поэтому я очень хитро вас здесь собрал, потому что манипулянчик. Ну, как-то так. Нормально? Кто встанет вас сюда и расскажет о цели полагания? Ну, кто, что, зачем и цели полагания? Ну, давай, разоболняйте, проговори, я не знаю, как я это отвечу. Как он быстро перекватывает управление? Нет, да, да. Ты будешь писать? Нет, давайте сейчас в формате. Формат очень простой. Ну, а темпоритми сказали. Ладно, я тогда устал. Нет, расскажи, меня зовут так-то и так-то. Видеорезюм. Представь, что ты устраиваешь самоработу в политическую партию какую-нибудь? Нигде на России. Подожди, знали там, образование, ну, все как присюнуть. И что ты хочешь? Какую позицию, сколько денег? Ну, например. Хороший вопрос, да? Что же цели полагают? Зовут меня Игорь Юрьевич Лиловацкий. Олег из Китая. Чтобы это... Год 74-й, мне 41 год. Два высших образования. Инженер-программист и менеджер-экономист. Идея моя состоит в том, чтобы выдавать знания, помочь с аналитическим центром и заработать кучу денег. Вы же хотите. На самом деле, деньги или рунда, и они у нас есть напечатательные и учебные локации. Я думаю, достаточно. Аплодисменты. Первый. Нет, у нас очередь. У нас там была рука футболь. Нет, дайте, дайте. Можно приступать? Да. Ну, вот, в деталях камера подберет. Я вас тоже взгляну, что я говорю. Так. Добрый день. Меня зовут Чернов Александр Валерьевич. 82-го года рождения. Родился в семье инженеров-строителей. Сейчас закончил Национальный аэрокосмический университет имени Николая Городича Житовского. Он же ХАИ. При нем же закончил военную кафедру по радиоборьбе. Там же закончил второе высшее образование, непосредственно, менеджер организации. Сейчас являюсь руководителем регионального отделения партии Великое Отечество в Крыму, в офисе которого и в штабе, в котором мы находимся. И моя задача, мечта сделать школу политических лидеров один из принципов, который это обязательно без заплаты обучения. И второе, мне важно, какие политические партии или сторонники политических партий будут сюда ответить обучаться. Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий Викторович Швагин-Ланд. Вот это немецкая моя фамилия. Значит, я 88-го года рождения, мне 27 лет. Я приехал буквально год назад из Казахстана, сюда всего 100 рублей живу. Значит, а чем я занимаюсь? Вообще я по профессии музыкант. Вот. Сейчас работаю в области пионеров, преподаю в детском оркестре. Вот. Работал также в различных оркестрах, играл. Как раз мы про дыхание говорили, вот, очень точное то есть. Но мы тоже только что будем обсуждать. Какие фрагменты и так далее. Вот. Чем занимаюсь в общественной деятельности? У меня есть канал на ютубе, который называется РТС. Разговаривающий о телевидении всего 100 рублей. Сейчас раскручу этот канал. То есть это беседы, познавательные такие беседы на темы политика, экономика, образования и так далее. И это все со знающими и профессиональными людьми. Например, последняя моя запись была, вот, когда записывали встречу на учебе. Также имею небольшой опыт араторского, публичного выступления, где я ввел лекции и в Казахстане, и здесь тоже в школах читал лекции. Общее дело проекта, кто-то знает. Ну, там, трезвый год из жизни. Вот. Цель моя, а также я распространяю знания, правильные, которые сейчас в большинстве средств массовой информации, как бы их нет, я здесь не знаю. Вот. Есть альтернатива. Вот, например, информационную информационную сеть. Вот. Такая альтернатива современной средствам массовой информации. Все, спасибо. Не, вы информативно. Но формат не писал. Ну, чуть-чуть. Ну, это все равно нормально. Для первого раза было супер. Андрей Парташов. С 79-го года рождения. Пожелаю в городе Алушко. Я был предприниматель, занимаюсь общественной и политической деятельностью с начала 2015-го года, являюсь председателем Алушкинского отделения партии Великого Отечества, членом общественного движения патриота Великого Отечества, помощником заместителя председателя общественной палаты. Займаюсь спортом, пропагандирую здоровый образ жизни. Вот. Имею вполне четкие цели и задачи на будущее. Ну, я о них не скажу. А я только хотел сказать, что какие места, я в петал, значит, выкачу. Но они связаны как раз с тем, что здесь происходит? Ну, что мы можем вычислить? Я пущу прощения. Да. Алло. Я на тренинге занят. Тоже, кстати, в ораторском деле очень важная вещь называется телефон. Ну, поскольку люди же не всегда в аудитории, они находятся на расстоянии. У меня, как у директора геностудии, мы с Натальей Владимировной договора вписывали. Есть несколько требований, которые тоже связаны с настройкой аудитории. То есть, все люди, которые с нами взаимодействуют, они обязаны брать. Это я не знаю, что я вас тут напрягаю. Но, в принципе, люди, которые завязаны на день и на исход, они обязаны брать телефон не позднее пятого годка. Они должны говорить «да, алло» первую реприку, не позднее третьей секунды. Ну, потому что просто иногда процессы настолько масштабные и настолько быстрые, что как только с той стороны начинается торможение, то хочется сразу распрощаться. И тогда получается взаимодействие, когда то плечо вписывается в общий процесс. То есть, все, что касается телефонных переговоров, у нас будет вообще отдельное занятие. У нас вообще будет занятие, связанное с девочками-звонильщицами, ну и мальчиками тоже. Построение отдела подач, построение отдела коммуникаций. И телефонные разговоры в том числе. Ну, сейчас позвонил человек и идет себя расслаблено. «Ты где?» Еще и таким медленным «ты где?» Не скажет, да? Вопрос. Вот мы сейчас кратко выступали, каждый. Ну, я, например, о себе скажу, наделал куча ошибок там, замелькал. Да, сейчас вернемся. Вот, будет анализ над ошибками, как мы были сделаны? Да. Причем этот анализ, скорее всего, не только, кстати, на тебе, базированный, не ты один. Значит, первое, ну, кормить глядов. То есть, как только стали, попали в ступор, отсутствует жестикуляция, отсутствует храброе гляденье в глаза хотя бы первого ряда. То есть, причем надо начинать вот именно так. Добрый день. И когда говоришь «добрый день», берешь и смотришь по глазам первого ряда. Что хочу сказать? Вот как только сделаешь движение рукой, сразу начинается движение энергии, и ты перестаешь быть вот таким. Ну, блин, там мысли теряешь, что хотел сказать. Когда смотрели глаза... Тоже хорошая речь здесь. Значит, кормить взглядом... Взглядом, да? Жесты. Жесты кормления взглядами. И что касается, потеряешь мысли. Мыслей должно быть три, которые должны быть связаны там, вот в такую логическую цепочку. Они, конечно же, забываются. Все забывают. Но вот должны быть сформулированы три ярких вспышки, которые должны быть последовательны. И, в принципе, вот это и есть основа репетиции дома. То есть, если, например, взять и запланировать свою самопрезентацию по любому вопросу, то там, кроме того, что ты хочешь, например, 20 тысяч долларов от инвесторов для того, чтобы, например, сделать какое-то предприятие, параллельно купить новую машину и салон, то там все равно будет часть, которая вот на этих трех вещах и базируется. Ее надо залучить. Вот просто. Как вот чинаш. Тебя разбудили. Что ты хотел сказать? Меня зовут так-то и так-то. Мне столько-то лет. И пока еще машина в салоне не подоржала. Ну, например. Поспешишь, надо так? Да, иногда поспешить. Еще актуальный вопрос касательно тоже теряния мысли. Вот я, например, по себе скажу. Я раньше страдал тем, что я переговорил людей. Это методичный такой разговор. Я очень много провел работы над собой, чтобы научиться не переговорить людей. Я на следующий день стараюсь выслушивать, не переговорить. Но появилась другая проблема. Когда я начинаю что-то говорить, только кто-то начинает говорить, тут же я останавливаюсь. Уже эта машина выработалась. И как бы теперь менять пустало впереди. Я не договариваюсь, допустим. Вот я что-то хочу сказать. И человек начинает переговорить, и я раз, сразу стопа. Вот работал над одной проблемой, а теперь туда и поеду. То есть вот легко смыслить. Нет, ты-то объяснишь механику, а речь об упражнении. Как это все дело? Правильно? Технологически использовать единственное слово, которое звучит так. Позже. Поднимаешь правую руку и говоришь, позже. И глядишься дальше. Нет, что-то тоже. Вот у меня сейчас была встреча с департаментом КФРУ информационной работы. Там сидели несколько пафосных людей. Тут, на самом деле, как в Айкиду, как в ТАМСах. Ну, постулат первый. Вот сейчас у меня социальная роль, я должен много говорить, я должен заполнить пространство. А если сидят пафосные, статусные люди, которые по статусу выше меня, то я не могу многие вещи сказать, потому что я могу создать напряжение. А мне надо вписаться, мне надо, будет, все равно будут временные рамки, когда тебе будет дано слово. И ты должен сказать очень конкретно. Раз, два, три. Тут возникает вот какое-то... То есть, если... Во-первых, с кем общение? Ситуативные ниши. Да, да, да. То есть, есть ровня, есть высшие, есть низшие. Вот, высшие. Прежде всего, по социальному статусу. Есть ровня, и есть низшие подчиненные или там подрядчики. Поставщики, заказчики, подрядчики, и высшие ровни ниши. Понятное дело, что существуют вот такие временные рамки. Он говорит, я говорю. Их можно перебивать, можно не перебивать. Есть такие заварные формулы. Ой, простите, простите. Буквально два слова. Раз, два, три. Продолжайте. Ну, то есть, вписываться тоже надо делать в упражнение. Если это на самотек, по практике, все равно же переговоров немного уже, если их не педалировать. То, а если делать упражнения парные, мы сегодня их не успеем сделать, но в принципе у нас начинается курс занятий, когда мы с вами будем разбиваться на пары, мы будем вести переговоры, мы будем брать интервью, мы будем вести дискуссии с равными, с высшими, с коротоговорками и так далее. То есть, наш курс весь построен на упражнениях. Но я думаю, что мы этот вопрос закроем за неделю. За семь субботек. Нет, имеется в виду заглазка. То есть, вот следующее занятие. Кстати, могут быть проблемы по четвергу, потому что четверг у нас мероприятие. То есть, мы не соберемся с ними всего. И по субботе есть вопросы, потому что мы еще снимаем день. Да, то есть, у нас будет рассылка. Насчет субботы, это под вопросом. Четверг, скорее всего, занятий не будет. Очень большая вероятность, что мы с вами во вторник встречаемся, но будем работать не два часа, а все четыре. Ну, то есть, будем заниматься утром. Говоря вам, встретиться утром не получается? Нет, в общем. А мы же написали. Пока получается. Ну, пока я в отпуске, получается. Кстати, все присутствующие, как насчет утром? Ну, например, у каждого сфальта. А, нет, у нас есть окно. Утром есть. Да? На балаке утром. Давайте на 10, на четверг. И тогда, ну, ну, часа два. Ну, там, в основном, мы будем заниматься в собственном практике. То есть, настроимся, сделаем пару упражнений, и дальше будем двигаться по переговорам. Так, то... Так, 4, не подняемся? 10 или так? А больше, а больше, а больше, а больше, а больше. Да. Да, да. Ну, давайте на четверг. Ну, давайте на четверг. Ну, пока, вообще, без пяти-десять, мы начали. Ну, давай. Девятьдесят пять. Не, ну, я буду раньше читать. Нет, это на один раз, да? Или вообще? Нет, на один раз. На четверг. На четверг. Нет, у нас четверг мероприятия, и мы все это задействовали. А по субботе пока под вопросом. Ну, у нас съемочный день в пятницу и в субботу, и может суббота вырос. Поэтому, может быть, в субботу поспим побольше, и дома больше не должны быть. Прошинки. Ну, структура. Кроме взглядов, накормить всех глазами, причем первая линия, вторая и третья, у нас даже три ряда, это также и в театре у актеров. То есть, есть передний, средний и дальний план. Кормить нужно всех более-менее равномерно. Вот если посмотреть на того же Путина, на того же Гандапаса, посмотреть на спикеров, даже посмотреть сцену Альпачи на запахи женщины, помните, это самименитая его речь на суде над его подопечным? Он там, с актерской точки зрения, кормит взглядами не только своего противника, но кормит всех. И вот это очень важная вещь. Сразу располагает. То есть, некоторые люди, когда на них не смотришь, они это воспринимают, почему там общаются с ними. Ну, то есть, есть какая-то подсознательная вещь, подсознательная, невербализованная, и это нужно сглаживать. Нужно жестикулировать. Когда стоишь вот так, то это означает то, что ты испытываешь напряжение. Адреналин виден. Когда ты там жестикулируешь, ты можешь даже, там, ну, когда войти просто в другое состояние. Что хочу сказать. И уже сразу другое состояние у всех. То есть, походить с такой козырной картой, которая установит ауну другую. Не просто монотонное вот говорение, меня зовут так-то и так-то. Пусть даже с большими, быстрыми. А просто пошутить. Сделать какую-то яркую вспышечку вначале. Рассказать на раз, два, три, что ты хотел рассказать. И по коде, кода, ну, по композиции. Сделать такую же яркую вспышечку в конце. И вот тогда все запомнится. И тогда вот такая презентация запомнится не только вот перед живой аудиторией, но даже на видео, если послать и так далее. То есть, композиция, самолон, структура выступления, она, как всегда, как любое выступление, как любой текст, риторический, управляющий текст, он состоит из трех частей. Да? Начало. Помните, да? Да, да. Вот он, кстати, сильный уже. Вступление. Если выступление по шкале эмоций будет вот такое вот, то вот эта величина, это энергия, топливо, удержание внимания. Наша задача, помните, по американской системе, захватить внимание, вызвать интерес, визуализировать и получить работу в 20 тысяч долларов. Ну, например. То есть, первое, второе, третье, четвертое. Точно так же должно быть и само выступление, сама структура. То есть, вначале нужно дать столько энергии, чтобы удержать внимание. Это может быть необязательное путение, это может быть связано с вашей личностью. То есть, например, там среди кадровиков, которому на стол попадет, будет незамужняя женщина, 32 лет, без детей, у которой, кроме основной жизненных программ, есть еще архетит голубоглазого блондина, да еще накачанного, который, да еще и живой. Это же прикольно, что? И я думаю, 20 тысяч долларов у своего работодателя она организует, ну, тому, кто ей понравится. Соответственно, кроме по теме, еще есть такое понятие, как секс. Очень ближущая сила. Если посмотреть, например, на Саакашвили, на Навального, на Рейхана, на Путина, хотя он с виду вроде бы и не так, а тем не менее так. То есть сексуальная составляющая спикера, это очень важно и можно накачивать интерес для женской аудитории, а вся аудитория женская. Даже если мужчины там сидят, они слушают, воспринимают. Все равно можно делать с фондом. Фонд на рождение, как я вам примерно забыли. То есть надо сделать вступление, первый заход, положить такую козырную карту, чтобы эмоциональная составляющая выросла. Дальше начинается идти, идет содержательная часть. Содержательная часть, чтобы ее держать на таком уровне, она сама, если ее не поддерживать, она будет падать по энергетике. И внимание будет ослабевать. Тоже надо кормить какими-то, вот тут вот начинаются риторические обороты, сравнения, причем парадоксальные сравнения. Это мы тоже будем отдельно заниматься, все, что связано с риторическими оборотами. Как выстраивать речь, чтобы человек забыл о своих паспортных данных и вообще не переключал внимания. Главная задача, вот эту содержательную часть сделать такой, чтобы внимание не падало. Кульминация, это у нас, вот эта точка, это и есть в американской системе, внимание, вот это вот есть интерес, ну потому что среди слушающей аудитории не все, есть аудиалы, есть визуалы, киноэстетики, да? Есть люди, которым нужны эмоции, а есть люди, которые даже не будут разговаривать про эмоции, а покажи таблицу. В общем, покажи мне как бухгалтерский учет, что в левой графе, что в приходах-расходах, что в балансе, в активе и в пассиве. Вот четыре статьи как минимум покажи. И вот нужно, чтобы вот эта содержательная часть интереса была обращена и к аудиалам, и к визуалам, и к киноэстетикам, и еще там есть четвертая часть, я ее сейчас даже не вспомню. И кульминация, это то, ради чего мы достигали наивысшего интереса, это заявление своей цели. И по коде, ну когда цель, дальше мы подходим к эпилогу, вот здесь вот нужно сделать небольшой такой эмоциональный всплеск, связанный с человеческой составляющей, не с таблицей. И вот если такую структуру выстроить, то она резко выделится из ряду баллов. А у тебя было, ну в принципе, вот это просто вот эта часть. Без энергетики, а она находилась вот где-то на экране. Еще вопрос. Есть хороший оратор, вот пример, приду, есть Путин Владимир Владимирович, а есть Жириновский. И тот, и другой хороший оратор, но стилистика у них разная. Жириновский много махает руками, много жестикуляций, Путин наоборот не сдержанный ведет. Вот как определить человеку, какой его стиль? Потому что вот Путину бы не пошло, вы там жестикулировали руками, а вот Жириновский это как раз не мог. А к чему еще внутренняя предрасположенность? Ну если бы Путин изначально руководил, мы бы его воспринимали как-то. Еще, еще опять вот запомните. Ты задал вопрос с точки зрения того, какая модель твоя, какую выбрать. Вот как человеку выбрать эту модель? Нет, ну ты путинский, ты спокойный. Тебе противоестественно махать и там жестикулировать. У меня тебя позвон по шире, я могу чуть-чуть того, чуть-чуть того, но мне кажется, что Путин, во-первых, управленец. Причем управленец не американского типа, а гомилетика. То есть это управленец в долгу. А там машинь и машинь. Там надо конкретно разговаривать с квадрами. Там надо конкретно разговаривать с людьми. Договариваться, разруливать. При этом это делать без эмоционально. Чем меньше эмоций, тем тебе меньше шансов подставить. Соответственно, вот этот, ну, наиболее оптимальный в современных условиях, это, конечно, путинский стиль. Потому что тебе не только что выступать перед людьми. Тебе же общаться еще с людьми у себя в кабинете. И общаться и с теми, кто справился, и с теми, кто не справился. И нужно выдерживать какой-то баланс энергетический, при котором тебе и прочитать сложно. Но в то же время ты достигаешь какой-то цели. Мне кажется так. Жириновский не управленец. Жириновский это лампочка, которую воспитала какая-то батарейка для того, чтобы вбрасывать в общество определенные идеи. Но он не управленец. А Путин и батарейка, и лампочка одновременно. Да. Еще вопрос. Есть тип людей секретные люди. Это откуда Путин вышел. Он же никто не знал долгие годы. А есть люди публичные. Ораторские навыки, правила проявляются уже в публичной сфере, когда люди публичные становятся. Был ли, на ваш взгляд, такой период у Путина, когда он стал публичным, он был секретный и резко стал публичным? Это был конец 99-го года, начало 2000-х. Был ли, на ваш взгляд, такой период, когда Путин, скажем, не был таким хорошим оратором? Он же, ну, вы поняли, что я хочу сказать. Он уже стал известным, но ораторские качества в нем еще не были разные. Мне кажется, что здесь, ну, с первого дня он на самом деле зажигает такими речевыми оборотами, которые до сих пор вот растаскивают на афоризм. Во-первых, он спецсура, военный человек. Военный человек по умолчанию бабник. Причем спецсура, это что такое спецслужба? Задали вопрос турсанты-преподаватели. Это лица выплащая кинжала? Нет, это еще кто-то. Спецсура, это неучтенная наличность. Что такое неучтенная наличность? Это взаимодействие с огромным количеством людей. Ну, потому что, если наличность неучтенная, у тебя возникает бухгалтерия одна, бухгалтерия вторая, у тебя есть приходы, расходы, у тебя есть огромное количество людей, с которыми ты взаимодействуешь. Ты, конечно, можешь не выступать перед ними в одном собрании, поскольку у каждого своя часть бухгалтерии, но ты коммуницируешь с огромным количеством людей. Это уже что-то. То есть спецсура в этом смысле отличается от простых руководителей. И потом, ну, понятное дело, мужская составляющая. И когда ты начинаешь управлять на уровне жизни и смерти, возникает такая доля цинизма. Человек, вообще-то, между прочим, спрятал дочерей, отрекся от всего и положил голову на отраве отечества. Полмолчали в 99-м году. Соответственно, возникает определенная, знаешь, игра. Некая энергия, которая на уровне цинизма. То есть он играет со смертью, ну, не в поддавке, а на выигрыш. Он не только, появляется еще дополнительная уверенность энергетически. То есть я думаю, что он был оратором еще в 50-60... В каком-то, в рождении был оратором. Нет, ну, может быть, там есть и срождение, но я думаю, что военка там много чего сделала. Ну, как мне кажется. Это же все запрети идут уже, начиная с этой группы. А вот вопрос один возникнет. Можно? Да. По поводу мужской энергии. Вот выйду я выступать. И что мне делать с мужской энергией? А, я имею в виду условность. Это не значит, что там столичные половые признаки, это чисто не видимо органами чувств. То есть, когда выходит, например, Монтян. Ну, понятно, она женщина, там, мужи-билки. Тимошенко, как там, мужи-билки. Тимошенко, хотя она тоже американский эстет. Имеется в виду, что как человек заходит в зал, его становится так много, что все понимают, что можно помолчать и послушать человека, который у него много. Вот у меня есть сценарий нереализованный, называется аппарат. Жил-был мальчик. Кстати, на реальных событиях. Не про меня, но про моего одноклассника. Жил-был мальчик, заикался. Причем заикался с детства, очень сильно. И дозаикался до того, что ему бахнуло 23 гон, а он у женщины не знал. А это, между прочим, с гиперсексуальностью связано так, что башню отрагает. То есть, человека, ну, типа, начинал. Он просто думал уже наложить руки. А он пошел в православный монастырь, с монофомом посоветоваться. Он говорит, пока ты не доведешь порядок встречи, у тебя ничего не будет. Он начал систематически, по совету, давить на то, чем являлась его слабой. У него картавость осталась, но он начал говорить нормально. И он пошел в юридический, стал практикующим адвокатом. И дальше его карьера строилась в последующем. Первые 10 лет своей карьеры он очень много и быстро говорил. Причем он очень был подвижный, грамотный, анализировал. У него была база аргументации такая, что он в суде выигрывал суды только тем, что его было так много. По тексту. Что возразить было нечем. Когда ему бахнуло 35 лет, он стал говорить меньше. Его было так много по умолчанию, что все знали, ну, это такой авторитет, а что там с ним спорить? То есть, он входил в зал, его было так много, все на него смотрели, все перед ним отчитывались, что они там по нас собирали, аргументацию. А он только на раз, два, три, тремя словами говорил, и все понимали, возразить нечем. Вот это называется высшая форма радости. То есть, мужское в данном случае это должно быть так много, и по содержательной части, и по структуре, и по уверенности, и посмотреть каждого в глаза, и сделать какой-нибудь джет запоминающийся. То есть, энергии на всех хипостасях должно быть много. Вот это и есть мужская личность. Спасибо, понятно. Я немного понял, вот когда мы сюда выходили, у нас было немного такое положение, чем у нас сейчас. Потому что вы стоите сзади. Ну да, я же иди, да. И получается, когда общаемся с детства, то есть, да. Тут сзади, тут... Ну да, мне надо было сеть, вот для первого раза. Но... То есть, когда есть аудитория женская, когда есть ты мужской, и есть еще третий, и почем непонятно, что он будет делать, он будет там критиковать, там будет к этому или что-то, это называется вести третьего. Это всегда выводит из равновесия, и вот тут энергии надо еще больше. Ну, то есть, надо подготовиться настолько, чтобы энергии хватало, пусть даже хоть сзади стоя сколько угодно. И вы все равно держите внимание, и никто не может возродить. Ну, то есть, согласен, согласен. Это называется в китайской стратегии вести третьего. Ведешь переговоры с кем-то, он тебе аргумент, ты ему аргумент, никто не побеждает. И тут ты начинаешь вводить третьего. Какое-то событие, какого-то спикера, своего акционера воспоминать, что ты не можешь принять решение, вот надо с ним согласовать. И вот как только волешешь третьего, сценарий разговора меняется. Точно так же и в пространстве. Появляется третий, не изобретает то время, ну, ломает маски. Ну да, и энергетика, когда работает уже совсем по-другому. Ну, как-то так. В общем, для первого раза немало. Нормально много. А еще много чем-то примеров, помните? Да, в четверг встречаемся, занимаемся исключительно упражнениями и на артикуляцию, на дыхание, на голос и на взаимодействие. То есть, подача, ответка, как пинг-понг вот этот диалогический. В итоге выйдем на интервью. Мы запишем с вами двумя камерами парадочку-пилочку внутри. Девашнее задание. Значит, гласные А, У, О и И, когда чистить зубы, да, причем, эти гласные можно проговаривать спокойно, только на разминку речевого аппарата. А потом надо их покричать на разминку дыхательного аппарата. Вот. И посмотреть вот эти наши глупые андопасса и посмотреть вок. Вот этого пока поставишь. Там хватит вам. Любые, любые. Все, что касается ораторского дела. Вот с какой точки не войти, поскольку многомерная дисциплина, и волнение, и построение структуры, и так далее. С какой точки не войти, все равно рано или поздно надо будет все вот эти. Не зря потеряли время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ